Привезти продукты врачам, закупить мебель и даже предоставить оборудование для лечения больных ковидом. Чтобы пережить пик пандемии, власти, бизнесу и жителям пришлось работать сообща. Большой вклад внесли предприниматели, которые добровольно оказывали поддержку медработникам и жителям. Дмитрий Волошин вручил всем благодарственные письма и подарки. Вместе с главой и руководителей честовали члены общественного совета проекта «Химки. Интересно жить» Михаил Раев и Елена Андреева. Собрались, чтобы сказать огромное большое спасибо и поклониться тем предпринимателям, которые во время пандемии оказали огромную поддержку населению, медицинским учреждениям. Помимо того, что депутат, я такой же руководитель предприятия, как и все здесь присутствующие. Естественно, у нас есть арендаторы, которые у нас уже работают свыше 25 лет. Естественно, когда попали в эту тяжелую ситуацию, надо было принимать решение. Но если объект не работает, он не может платить ни денег, ни налогу. Глава подчеркнул, что помощь предпринимателей очень важна, ведь бизнес должен быть социально ориентирован. Администрация, в свою очередь, тоже не осталась в стороне. Очень важно, что мы всем городом помогали, сегодня тем, кому было тяжело. Хотя бизнесменам тоже было непросто, но администрация «Химок» сделала определенные шаги, в том числе срочки по арендным платежам. Мы помогали с кредитованием, с реструктуризацией кредитов некоторым компаниям, которые обращались к нам. В пандемию непросто было всем предпринимателям. Тем не менее, в Московской области бизнес активно подключался к волонтерскому движению и помогал всем необходимым. Любой предприниматель считает свои денежки. И я уверена, что в период пандемии им было непросто. Но они нашли возможность, и люди получили то, что им было необходимо. В Долгопрудном точно так же. В Долгопрудном у него достаточно много промышленных предприятий. И малый бизнес подключился, и маски мы предоставляли. Я, со своей стороны, в Мытище и в Долгопрудной врачам скорой помощи организовывала и участвовала в продовольственных наборах премиального уровня. Но помогали предприниматели не только продуктовыми наборами, а зачастую и необходимым оборудованием. В больнице Химкинской, к сожалению, вышел из строя генератор подачи сжатого воздуха. На тот момент мы единственные, у кого можно было взять это оборудование. Поэтому мы со своей ремонтной зоны фактически с помощью администрации экстренно демонтировали наше оборудование и передали на три месяца в городскую больницу. Еще один из награждаемых – член общественного совета «Химки интересно жить» Артур Каримов. Его сотрудники активно помогали пенсионерам. Приносили продукты, ходили в аптеку, выполняли мелкие поручения. Наша компания в условиях пандемии за свой счет покупала продуктовые наборы, предоставляла их нуждающимся людям, кто потерял работу, кто не мог найти работу и кто вообще остался в условиях пандемии один. Закончили торжественное мероприятие круглым столом, в рамках которого представители администрации и бизнеса обсудили проекты дальнейшего партнерства. Продолжение следует...